Всем привет, друзья! Сегодня воскресенье, и мы снова подводим итоги нашего еженедельного раскрашивательного челленджа «Надей Раскрас». И, друзья, у нас сегодня праздник. Мы закончили 52-ю тему по этому челленджу, а это означает, что мы раскрашиваем ровно год. На самом деле, немножко больше, потому что были у нас новогодние каникулы, пару раз я брала короткие перерывы. Но по количеству тем ровно год исполнилось сейчас, потому что в году 52 недели, и мы закончили 52 темы. Так что, если кто-то постоянно раскрашивал, принимал участие, ну, если даже пропустил несколько тем, то представьте, сколько у вас уже раскрашенных работ. Целая законченная раскраска. Надо сказать, что время очень быстро пролетело. Я посчитала, сколько я раскрасила за эти 52 темы, и получилась у меня 71 работа. Тоже такая прилично законченная раскраска. Ну, и по поводу нашего годового юбилея я подготовила несколько любопытной информации, статистики. Надеюсь, вам будет любопытно, интересно все это услышать, узнать. Начинали мы с небольшого количества участников. Было 16, 19, 20, да. Самое меньшее количество работ пришло по теме лошади. Всего 10 работ я тогда получила. А самое большое количество, это было не так давно эта тема. Я получила 90 работ, и это была тема лягушка. Другие популярные темы, которые входят в тройку, это рыба, 82 работы, и рога, 80 работ. Угадайте, какой самый популярный автор, художник в нашем челлендже? Наверное, все догадались. Это, конечно же, Ханна Карлсон. Она лидирует и по количеству присылаемых работ по этой теме, и по участию в темах тоже. Вот я специально посчитала. Она не участвовала всего в 11 темах из 52. Получается, в 41 теме у нас есть картинки от Ханны. На втором месте, наверное, тоже догадаетесь, Кербер Занес. Он, конечно, отстает от Ханны, но ненамного. Просто, я думаю, у него не по всем темам можно найти иллюстрации, но вообще по присылаем работам. Он тоже довольно популярный художник. И он не участвовал у нас в 18 темах. Всего, получается, в 34 участвовал. Ну и на третьем месте, удивительно, эта художница выпустила всего одну раскраску. Ну, теперь вот уже две. Можете догадаться. Миль Помена с труднопроизносимой фамилией. И вот с этой своей одной раскраской она заняла третье место, потому что, ну, тоже очень часто ее работы присылают. И на очень многие темы можно найти иллюстрации в ее раскрасках. Всего. Получила я за год от вас 2643 работы. И если прибавить и мои тоже, то мы все совместно за этот год раскрасили 2714 работ. Представляете? Ну, вот такие вот были любопытные факты по нашему челленджу. Я, наверное, чуть-чуть изменю сейчас нумерацию, да, со следующей темой. Я не буду называть ее 53-й, а может быть, это будет эти 2, 2.1, 2-й год, первая тема, да, чтобы понятно вам было, что-то на вроде этого сделаю. Ну, теперь давайте поговорим об этой вот 52-й теме. Выпала у нас тема паук. Ну, пауки, конечно, не все их любят. Кто-то питает отвращение к ним, поэтому не захотела раскрашивать. Но, тем не менее, очень многие колористы, я рада, не питают никаких отрицательных эмоций, никаких фобий по отношению к паукам. И получила я, конечно, меньше работ, чем среднее количество, 56. Но, тем не менее, я считаю, это довольно хорошая цифра для такой вот специфической темы. Из этих работ какое-то приличное количество. Это, знаете, такие крупные пауки на всю страницу. Вот. Ну, и есть маленькие такие симпатичные милые паучки. На каких-то иллюстрациях этот паук, он вообще как бы где-то на фоне. Кое-где он как бы дополняет историю, изображенную на картинке. Ну, в общем, интересно. И пауки такие у нас довольно красочные все. Так что есть на что полюбоваться. У меня вышел небольшой конфуз. Я начала раскрашивать вот эти раскраски. Это вот новая раскраска от Мельпомены. Природные мандалы. Думаю, начну эту раскраску. Да, я очень бодренько так начала. И начала маркерами. Бумага очень гладкая. Прямо так маркеры, как по маслу ложатся. Ну, вот, как видите, я ее не закончила. Хотя осталось совсем буквально чуть-чуть. Вот тут этот жучок, вот здесь вот ободок вот этот. Ну, может быть, фон. Ну, совсем мало. А вот застоприла меня. Вот потеряла интерес. Что-то мне стало скучно. И вот чувство, ну, вот не тянет меня ее заканчивать. Захотелось чего-то более такого, не знаю, милого, мультяшного. И вспомнила я, что у меня есть иллюстрация от Вишан Унг. И как раз такая иллюстрация, как мне хотелось раскрасить. В итоге я не закончила вот эту мандалу. А закончила вот эту работу. Ну, которую я и засчитываю, собственно, по этой теме. Вторую иллюстрацию я не успевала, поэтому я ее считать, конечно, не буду. Хотя и закончу. Ну, вот такая вот. Это у нас мать-фея. Называется иллюстрация. И такая вот. И, как видите, мне понравился этот паук. Очень прикольный такой. Даже немножко у него такое обиженное выражение личика. Ну, и такая вот иллюстрация. Я тут оторвалась по цветам. Тоже раскрашивала маркерами. Ну, и доработка карандашами. Вот бывает так. Планируешь одно, да, а потом что-то не идет. Раскрашивать против желания как-то, ну, не очень это способствует настроению. Так что, всегда следуйте зову сердца или настроение вашего в раскрашивании. О ваших работах, ну, что же, как всегда, Ханна, как всегда, Керби, наверное, их работ больше всего. Ну, а также каких-то разных других художников. Как я сказала, довольно большое разнообразие у нас пауков. Большие и маленькие, и разноцветные какие-то. Парочка мрачноватых, может быть, страшноватых. Ну, в целом, ничего такого устрашающего. Так что, давайте посмотрим сейчас всем вместе на нашу такую паучью семью. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот такой получилась наша галерея по завершающей неделе нашего первого года челленджа «Надей, раскрась!» Всем спасибо, кто присоединился. ну и что же, теперь как всегда давайте узнаем что мы будем раскрашивать на следующей неделе половина тем у нас еще в этой коробочке есть из того, что я сюда складывала иногда мне приходит какая-то новая тема в голову и я так добавляю, ну немного но может быть штук 5-6 я добавила так что здесь было больше сотни ну что же, давайте узнаем ну что же, друзья очень милая тема, я рада фламинго почему-то сразу приходит на ум песня вот эта известная розовый фламинго дитя заката и не знаю, то ли с этой песней связано почему-то, когда фламинго представляешь его розовым думаю, этих птиц можно найти достаточное количество у того же кербия они есть, да насчет вот Ханны не знаю мне теперь каждый раз любопытно на каждую тему будет ли иллюстрация от Ханны вот фламинго как-то не припоминаю вот поэтому любопытно у Керби точно есть больше так я, конечно, вспомнить не могу Дебора Мюллер, по-моему, у меня есть какая-то прикольная такая мультяшная иллюстрация с фламинго ну, буду искать тем интереснее, когда не можешь вспомнить так сразу так что, отправляясь на поиски увидимся через секунду ну, что же пришлось немного поднапрячься чтобы найти картинки с фламинго оказалось, фламинго и редкий гость в раскрасках не так много иллюстраций и даже та иллюстрация от Деборы Мюллера которая думала с фламинго при ближайшем рассмотрении оказалось, что это журавль так что, не перепутайте журавля с фламинго сам простой способ определить у журавля прямой длинный клюв у фламинго такой крючковатый но, все-таки, кое-что удалось найти конечно же, первая книга которую стоит проверять когда какая-то природная тематика это круг жизни и, конечно же, здесь есть вот такая красивая иллюстрация пейзаж с фламинго очень многие ее уже раскрасили я пока что еще нет так что, вот быть может и есть иллюстрация с фламинго в другой книге от этой художницы природные мандалы и тоже очень красивая иллюстрация в форме мандалы конечно же вот у нас здесь фламинго, попугай и тукан если раскрасить будет здорово выглядеть ну, опять, вот очень много мелких деталей, как всегда у нее у меня еще предыдущую картинку надо закончить с пауком следующий, это, конечно же, керби нероморфозы и вот это его иллюстрация которую тоже многие раскрасили я видела очень замечательные и красивые картинки получились следующая Вишан Унг и это Coloring Heaven один из последних выпусков и вот есть такая иллюстрация да, у кого есть раскраски по Алисе возможно, там тоже будет фламинго потому что как-то там она его использовала для игры вот, ну, вот такая девушка вот в этой раскраске принцессы Энн Кронхаймер и тоже вот тут у нас восточного вида принцессы кормит птиц различных самых тут у нас и голуби и пеликан и фламинго и павлин вот ну, разворотик ну, и остальные у меня это вот ПДФки ПДФки, конечно я так быстренько посмотрела как я вспомнила может еще где какая затесалась в частности может быть Алиса у меня еще есть ну, не знаю достаточно в принципе Моня Гейтс очень красивая иллюстрация называется Day Dream Фламинго Мечтая Фламинго так переведем красивая следующая тоже красивая это Энди Дэвис Женщина с земли и тоже такой небольшой портрет небольшая иллюстрация так а где третий слушайте три же было две оказывается ли я куда одну засунула ну да получается две странно все время кажется что три было ну ладно ну вот такие были мои фламинго по этой теме начинаем Новый год буду ждать ваших работ ну а на сегодня все до следующего раза пока